Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Лариса Исламова. Сегодня в выпуске. Татарстан переходит на однолетние планирования. В республике появится завод по переработке картофеля. Каждый пятый россиянин откладывает деньги на случай потери работы. Из-за высокой неопределенности в экономике Татарстан намерен отказаться от трехлетнего планирования и ограничиться принятием бюджета только на ближайший 2016 год. Как пишет коммерсант, законопроект, позволяющий к обмину региона вслед за федеральным правительством отступить от действующего бюджетного правила, принят в первом чтении. Окончательное решение по законопроекту может быть принято на сессии Госсовета Татарстана в октябре. Ранее на совещании в Кабинете министров Татарстана было заявлено, что республика планирует бюджет следующего года с дефицитом 5,8 млрд рублей. Доходы прогнозируются на уровне 160,7 млрд рублей, расходы – 166,5 млрд рублей. В правительстве исходят из того, что в 2016 году цена барреля нефти вырастет до 60 долларов, а курс доллара при этом опустится до 56,8 рублей. Инфляция прогнозируется на уровне 7%. В то же время в уточненной версии прогноза Минэкономики России цена на нефть оценивается в 50 долларов за баррель. В 2016 году в Татарстане планируют начать строительство завода по глубокой переработке картофеля. Главными поставщиками нового предприятия станут представители малых форм хозяйствования. Об этом на традиционном совещании в Доме правительства заявил профильный министр Марат Ахметов. Говоря об уборке картофеля, глава Минсельхозпрода отметил, что в этом году под клубневые было выделено на 30% больше площадей, почти весь урожай собран. По его словам, впервые в истории республики средняя урожайность превысила 200 сантиметров с гектара. Большую роль в этом сыграли меры по поддержке сельхозпроизводителей, направленные на восстановление оросительных систем и техперевооружения, подчеркнул министр. Он также рассказал о том, что за последние два года в республике был запущен целый ряд современных комплексов помойки и посовки картофеля и овощей. Это позволяет полностью обеспечивать торговые сети региона качественной татарстанской продукцией. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, каков уровень безработицы в окружении российских граждан, как они оценивают возможности собственного трудоустройства в случае увольнения и сколько россиян откладывают деньги на этот случай. По данным опросов ЦИОМ, тема безработицы в последние месяцы теряет свою актуальность для населения. Соответствующий индекс с июня по август снизился на 7 пунктов. По данным Росстата, в январе безработных в стране насчитывалось 4 млн 200 тыс. человек, это 5,5% от экономически активного населения. В августе 4 млн 100 тыс. человек, это 5,3% соответственно. На случай потери работы по-прежнему откладывают деньги 22% опрошенных. 17% планируют начать копить в ближайшее время. Прежде всего прибегают к подобной мере или предполагают начать откладывать жители Москвы и Санкт-Петербурга 60% и люди с высоким достатком, это 47%. 31% респондентов подобных сбережений не делает и не планирует. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова